В Беларуси растет число обращений за тестом на отцовство. В нашей стране можно будет бесплатно привиться еще от одной неприятной инфекции. Ну а на Гомельском центральном рынке уже вовсю продается домашняя редиска. Что по ценам? 23 апреля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кому весна, а кому время призыва? В Гомеле сегодня новобранцев провожали прямо на площади Ленина. Военком Кривоносов тоже дели. Небольшое видео с места событий попало в редакцию сильных новостей. Судя по ролику, призывников собрали в одном месте, чтобы сказать им пару-тройку напутственных слов, а потом отправить войска. Обстановка была приближена к торжественной. На мероприятии присутствовал и военком области Андрей Кривоносов. Парней в армию провожали с оркестром. Что же, ребята, не грустите, пусть время в Берцах пройдет как можно быстрее. На Гомельском центральном рынке уже вовсю продается домашняя редиска. Что по ценам? На прилавках появилась редиска на любой вкус. Один пучок стоит от полутора до пяти рублей. Но цена зависит от формы и размера. Говорят, что редиска сладкая. Такое оживление рынка – еще один предвестник приближающегося теплого сезона. Главное – переждать эти не самые погожие дни, которые мы сейчас переживаем. Гомельчанка поскользнулась на полу супермаркета и сломала обе руки. Какую компенсацию ей заплатили? 4 марта прошлого года Гомельчанка пришла за продуктами в супермаркет Алми на улице Сухого 2. В магазине она поскользнулась на мокром полу. Падая, женщина сломала обе руки. Гомельчанка обратилась в милицию, затем и в суд, и потребовала компенсацию. Лечение растянулось на два с половиной месяца. Более того, женщина потеряла работу, на которую должна была выйти спустя несколько дней после травмы. Представители Алми на судебном заседании отвергли исковые требования и заявили, что их вина случившимся отсутствует. Правда, суд встал на сторону гомельчанки. Ей назначили 2000 рублей компенсации. В Беларуси растет число обращений за тестом на отцовство. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз. Конкретных цифр там не назвали, но отметили, что услуга очень пользуется популярностью. Результат такой экспертизы в суде имеет беспрекословный вес. Ну а новости из разряда мужчина растил не своего ребенка и не знал об этом всегда вызывают огромный резонанс. В Беларуси можно будет бесплатно привиться еще от одной не очень приятной инфекции. В нашей стране хотят расширить национальный календарь прививок. Сейчас в нем 12 инфекций. Против них беларусов прививают бесплатно по возрасту и показаниям. Ожидается, что в календарь добавят вакцинацию против вируса папилломы человека, ВПЧ. Кроме того, более доступные для всех детей хотят сделать прививку против пневмококковой инфекции. Ну а в ВПЧ вирус, который во взрослом возрасте повышает риски онкологических заболеваний, особенно у женщин. Прививку рекомендую делать и мальчикам, и девочкам до начала половой жизни. В данный момент ее можно сделать только платно. А вы отгадаете? Знатоки «Что, где, когда» не ответили на кажущийся простым вопрос беларуса о велосипеде. Во дворочной игре весенней серии клуба «Что, где, когда» команду Дениса Элькиса обыграл телезритель из Беларуси. Вопрос Василия Стопчука из деревни Медно Брестской области выпал первым в Суперблице. За столом остался знаток Дмитрий Акулов. Телезритель попросил показать знатокам музейные экспонаты задал вопрос. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре? Знаток предположил, что это транспорт доставщика пиццы, поскольку у них круглые коробки. Ведущий озвучил правильный ответ. Это велосипед пожарного, а круглый отсек для пожарного рукава. Наш соотечественник получил за свой вопрос 100 тысяч российских рублей. Ну, молодец, поздравляем. Рубрика «Отец года». Беларусь пошел гулять с пятилетним сыном и потерял его. Ситуация из разряда «рука-лицо» произошла в Фаниполе. Оказалось, мужчина встретил знакомого. Встречу решили отметить. Да так, что мужчина попросту уснул на лавке, а потом проснулся и пришел домой. Без сына. Тревогу забили бабушка и дедушка мальчика. Но какого-то вразумительного ответа от папаши получить не смогли. Вначале попробовали найти сами, а потом обратились в милицию. Оказалось, сын был с отцом. Ждал, пока тот проспится, но так и ушел с его приятелем. С мальчиком все хорошо.